В эти выходные Петербургский экспо-форум открыл свои двери для международного автосалона. Автосалон ведет свою историю с 1992 года и до 2018 года назывался «Мир автомобиля». Поскольку московский автосалон проводится раз в два года, то выставка в Петербурге – формально единственное в этом году мероприятие федерального уровня в России. Впрочем, мировые автопроизводители смену названия пока не заметили, поэтому мотор-шоу едва ли вышло за рамки регионального события. Единственным ньюсмейкером автосалона оказалась китайская марка GAC, объявившая о выходе на российский рынок именно в Петербурге. И все же экспонентов в этом году оказалось даже больше, чем ожидали организаторы. В этом году мероприятие проходит в экспо-форуме. Мы сделали небольшой ребрендинг, потому что мероприятие проходит в новом формате. Кроме B2C, к которой все привыкли, мы проводим и достаточно большой крупной B2B. Деловая программа выставки подняла немало важных вопросов. В частности, проблемы и перспективы российского автомобильного производства и рынка. И все же основной интерес посетителей привлекли традиционные стенды, приглашавшие потрогать и посидеть в настоящих автомобилях. Основные компании, которые принимают участие, которые сделали самые интересные стенды и которые вызывают больше всего интереса, это, конечно, компания LADA, это компания GAC, которая выходит на наш рынок, строит завод, выводит совершенно новый модельный ряд. Компания SMP Racing, которая вызывает достаточно большой интерес. Актуальный модельный ряд показали Volkswagen и Kia. Группа GAC привела в Петербург большую экспозицию коммерческих моделей. Фирма Ford Market традиционно показывает необычные машины марки Ford. Кроме того, на выставке были представлены автокомпоненты, тюнинг и ретроавтомобили. По оценкам организаторов, автосалон в Петербурге посетило около 50 тысяч человек.